Привет, народ! Сегодня я выложу повторный летсплей по карте наводнения в игре Spintares. Дело в том, что разработчик несколько изменил эту карту. Она стала более интересной, более сложной. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, первый вариант этой карты разработчику показался достаточно простым, и он решил сделать эту карту более хардкорной, что ли. Довольно любопытные изменения, друзья. Изменилась техника на карте, ее месторасположение. Также, возможно, кое-где повысился уровень воды. Не скажу на 100%, но, что правда, то игра стала действительно сложнее. Это довольно-таки любопытно, и давайте поиграем вместе и посмотрим. Играть будем, конечно, в режиме симулятора. Начинаем. Поехали! Итак, друзья, приступаем. Карта значительно изменилась. Она стала сложнее. И, соответственно, интереснее. Пересаживаемся сразу на синий КамАЗ. Снимаем его с тормоза, заводим двигатель. И как можно быстрее отправляемся вперед. Нам нужно успеть до ночи доехать до гаража. Поэтому на всех парах учимся к воде. поднятия к воде. Продолжение следует... Продолжение следует... Места, где можно проехать, но... Машинка тонет. В этой топе... Стоит только отключить... Дифференциал. Дифференциал. Тут повсюду кажется, что не так глубоко, но на самом деле здесь самые настоящие друзья топи. Машинка в прямом смысле уходит под воду. Стоит ей только остановиться. Блокировка дифференциала крайне необходима. Я бы сказал, жизненно необходима. Заметьте, да? Только стоит ее подольше подержать отключенной, как машина тут же начинает уходить на дно. А тут я вижу уже места, где, в общем-то, можно было бы проехать. Вот тут вот слева открывается некоторая панорамка. Не знаю, смогу ли я проехать сейчас здесь. Может быть, как-нибудь там попробовать, куда я еду. Так, ну вот что-то машинка не уверена, но пытается, да? Ага, мешает листва вот этих вот деревьев. Все равно мы попробуем. В принципе, машина едет. И едет неплохо пока что. Уроны, конечно, хватанули, но это ничего. Не забываем про блокировку дифференциала. Как я говорил, здесь это жизненно необходимо. Разработчик добавил некоторое количество деревьев. Это сразу видно. Можно было, конечно, здесь на повышенной проехать, но я думаю, что мы так пройдем. Не будем особо рисковать. Хотя, что рисковать, да? Здесь как раз-таки надо было пройти, наверное, на повышенной, потому что машинку очень сильно тянет вниз. Обратите внимание, какая здесь грязь. Ну, чем больше я кручу колеса, тем сильнее меня засасывает. Давайте-ка я воспользуюсь лебедкой, конечно же. Здесь, я думаю, это не зазорно. Ну вот тоже машинка встала и начала копать берег. Посмотрите, друзья, там вот появились новые деревья, их явно не было. Ясное дело, их добавил разработчик. Сейчас мы туда заедем, посмотрим, что там. Вот так вот ребятки тоже воспользуемся, чтобы заехать на берег. Сможем ли мы там проехать? Интересно. Ну, вроде как, есть такая вероятность. Так, вот у нас тут такая ситуация, что деревьев довольно-таки много. Ну, можно было, конечно, свернуть налево. Но я не хочу этого делать. Давайте проедем вот здесь вот между этих сосенок. Я думаю, вполне себе можно это сделать. Я так думаю. Только придется машинку разворачивать. А, чё б не развернуть. Даже без помощи лебедки мы это сделали. Главное, чтобы прицеп там никуда не делся. Здесь можно на повышенной. Опять же, грязь. Так, пока притормозим, оглядимся. Так, ну тут тоже добавили деревьев. Поехали открывать. Крас? Если там крас, конечно. Так. Снимаемся с тормоза. И потихонечку. Даже не знаю, как заехать. Смотрите, здесь реально сложнее стало. Так, а вот и наш земляной горбыль. Так. Проход стал значительно уже, чем он был. смотрим. Да, здесь по-прежнему стоит крас. Так, не будем терять времени. Давайте-ка вернемся назад. Попробуем это сделать задним ходом. А так же проедем, я думаю. Вот здесь вот можно заехать вполне. так, где там наша камера. Давайте ее вернем на место. Ну и прицеп, конечно же. Отлично. Глушим двигатель. И теперь самое главное вытащить крас. Переходим к карте. Сдаем немножко назад. Смотрите, здесь значительно тоже переработали карту. Стало больше деревьев, и кажется, домик что ли появился. Ладно. Тут был же домик, но по-моему один. Ну ладно, честно говоря, не слишком я обращал внимание на это. Поехали к КамАЗу. Так, едем. Так, друзья, давайте-ка подумаем. Ладно, делать нечего. Нельзя терять время. Надо использовать эту тележку для починки краза. Слушайте, а почему бы нам не организовать эдакий автопоезд, а? Серьезный такой, знаете, большой, длинную сцепку. Это, конечно, риск, но я думаю, это может быть интересно. Давайте попробуем. Так, ну отсюда пересесть сможем? Да. Самое главное, чтобы все это сделать быстро. Цепляем КамАЗ. Так, отлично. В принципе, тут все уже отремонтировали, и попробуем проехать. Потащить все это дело как раз. Поехали. Так, дорога где-то у нас здесь. Тяжело, но машина идет. Так, а это у нас что тут за ветки? Сдается мне, они прямо на дороге. Проехать-то сможем? Хорошенький вопрос. Так, а что там КамАЗ? Да вроде ползет потихоньку. Друзья, едем прямо по этим бревнам. Приходится постоянно блокировать колеса. Имеется ввиду дифференциал, но по-другому чувствую. Мы не справимся. Да, это была дорога, друзья. И мы, в общем-то, как бы неплохо по ней проехали. Впереди еще один отрезок. Так, а тут, может быть, удалось бы как-то пошустрее проехать. Тут как бы не слишком такой сложный отрезок пути. Прямо по дороге идем. Единственное, нырять приходится. Но ничего. Все это дело едет. Едет неплохо. Сделаем здесь остановку. Так, друзья. Ну, я думаю, что есть смысл сделать небольшую паузу. И потом, собственно, снова продолжим. Увидимся через секунду. Продолжаем играть, друзья. Настало время очинить нашу технику. Ну, главным образом ты, конечно же, как раз. Так. Не дотягиваемся мы до КамАЗа. Но мы все равно зацепим его и повезем на буксире. Поедем, в общем, к тем же составам. Это будет сложно, но мы попробуем. Так. Поехали. КамАЗ АУЗ. КАМАЗ КАМАЗ Так, ну-ка, только не вздыхай. Чёрт, ну КАМАЗ всё-таки сдох. Ладно, подтянем немножко. Так, тормознём, посмотрим. Давайте немножко подчиним наш КРАЗ. Заправим. Подтянем максимально КАМАЗ. Надеюсь, его течением никуда там сильно не снесёт. Ну и отцепим его. Сейчас попробую вытащить КРАЗ и потом зацеплю уже КАМАЗ. Так. Ох, слишком далеко я уехал. Тихо. Так, посмотрим. Может быть, дотянусь. Нет, ещё надо немножко. Так. Дотягиваюсь. Ручной тормоз и подтягиваем. КАМАЗ. Отлично, мы его подтянули. Так. Ну попробуем сейчас вместе. Так, ну тащим мы. КАМАЗ, только не очень красиво. Надо бы поменять немножечко. Давайте вот что сделаем. Вот так вот его зацепим. Можно было, в принципе, отремонтировать, но не хочу я. Ремонтировать КАМАЗ. Смысла не вижу. Один фиг его придётся тащить за собой. Ну да ладно, давайте дотащим. Тут осталось недалеко. Неплохо так прокатились. Практически всю технику подобрали, которую нашли. Остался только КАМАЗ, который был в самом начале. Тот самый оранжевый. А всё, что, в общем-то, было по дороге, мы собрали. Великолепно. И у меня ещё даже осталось, если не ошибаюсь, 400 единиц ремонтных для того, чтобы починить или ГРАЗ, или КАМАЗ. В общем-то, есть ещё запас. Хотя уже нет смысла в этом запасе, потому что мы уже в гараже. Но, тем не менее. Прекрасно справился с заданием. КРАЗ. Я, наверное, так и оставлю с ним тележку эту. Очень хороший вот этот вот прицепчик. Мне он очень даже нравится. С ним, наверное, мы и будем проходить игру дальше. Ну, а теперь давайте разблокируем гараж. Кстати, вот раз уж приехали. Так. КАМАЗ такой прям, смотрите, в притирку, да? Так, ну, разгружаемся. Всё, открыли мы гараж. Можем теперь как угодно снаряжать свой транспорт. Давайте, наверное, такую же тележку прицепим к КАМАЗу. Вот она. Прекрасная сервисная тележка. КАМАЗ в ней будет достаточно мобильный. Туда и топливо умещается, и ремонтные части. В общем-то, всё, что нам может понадобиться. Так, метнемся к нашему КРАЗу. Так, ну, уже ночь настаёт, да? Так, ну, что мы тут сделаем? Ремонтные части, наверное, пусть остаются. Ну, и вот эта вот тележка тоже пусть при нём будет. Единственное, что мы заменим ещё и там резину, да? На вот эти вот более широкие покрышки. Великолепно. Замечательно, друзья. Продолжим, я думаю, уже в следующий раз. А сейчас сделаем небольшую паузу. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»